Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в туркменском городе Туркменбаши состоялся трехсторонний саммит глав государства Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Туркменистан. Президент Ихам Алиев принял участие в саммите. В городе Туркменбаши сегодня состоялась встреча президента Ихама Алиева с председателем Халк Маслаты парламента Туркменистана Курбангулу Бердой Мухаммедовым. Субтитры создавал DimaTorzok Поприветствовав президент Азербайджана Ильхам Алиева, Гурбангулу Бердой Мухаммедов отметил, что сегодня впервые проходит саммит между дружественными братскими странами Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, который сыграет важную роль в развитии отношений между нашими странами и принесет свои плоды. Отметив, что Туркменистан уделяет особое внимание братским отношениям с Азербайджаном и Турцией, Гурбангулу Бердой Мухаммедов подчеркнул важность трехстороннего саммита, который, на его взгляд, будет значимым с точки зрения геополитических и геоэкономических отношений между нашими странами. Касаясь ряда экономических вопросов, связанных с диверсификацией поставок энергоресурсов, укреплением транзитно-транспортных сообщений, он отметил общность языка, веры, культуры и многого другого. Также отметил межпарламентские связи между нашими странами. Выразив удовлетворение встречи с своим вторым визитом в братский Туркменистан, президент Ильхам Алиев сказал, что на протяжении многих лет стороны предпринимали важные шаги, направленные на развитие туркменно-азербайджанских отношений, и сегодня две братские страны выводят свои связи на новый уровень. Подчеркнув, что наши страны являются стратегическими партнерами в политической сфере, в последнее время добились больших успехов и в экономической сфере. Несколько раз вырос товарооборот, глава государства отметил, что большой прогресс наблюдается также в сфере транспорта, транзита. Подчеркнув, что наши народы являются братскими, и сегодня независимый Туркменистан и независимый Азербайджан строят свои отношения на основе этого братства, президент Ильхам Алиев сказал, что это важно как для наших стран, так и для региона. Отметив, что три братские страны встречаются в Туркменистане, прекрасной Абазе, как и должно быть, глава государства поделился своим мнением об увиденном здесь. Нас очень радуют прекрасные условия, которые вы здесь создали. Абаза становится поистине международным туристическим центром. Здесь и чистота, и красота, и зеленые насаждения. Создание такого великолепного центра на берегу Каспийского моря это лично ваше большое достижение. Поздравляю с этим вас и братский туркменский народ, сказал президент Ильхам Алиев. В городе Туркмен-Баши состоялась и встреча президента Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сардаром Барды Мухаммедовым. Вразив глубокое удовлетворение встречей с главой нашего государства, Сардар Барды Мухаммедов поблагодарил президента Ильхама Алиева за принятое приглашение и участие в первом трехстороннем саммите глав государства Азербайджана, Турции и Туркменистана. Отметив особое значение трехстороннего сотрудничества в нынешний период, Сардар Барды Мухаммедов подчеркнул, что туркменская сторона придает большое значение этому саммиту. Выразив удовлетворение своим очередным визитом в Братский Туркменистан, президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Сардара Барды Мухаммедова за инициативу проведения этого саммита. Отметив, что три народа имеют общие исторические языковые корни, глава государства подчеркнул наличие хороших возможностей для расширения нашего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что этот саммит внесет вклад в расширение связи в сферах регионального сотрудничества, транспорта, логистики, торговли. Также отметил, что эта встреча создает хорошую возможность и для обсуждения двусторонних связей. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Сегодня в городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, президента Турецкой республики Раджапета Ибердугана и президента Туркменистана Сардара Барды Мухаммедова в узком составе. Расширенный репортаж об этом вы можете посмотреть в следующих выпусках ОСТВХБР. В городе Туркменбаши сегодня состоял встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Раджапета Ибердугана и президента Туркменистана Сардара Барды Мухаммедова в расширенном составе. Глава нашего государства выступил на встрече. Поприветствовав всех, отметив свой второй визит в Братский Туркменистан за текущий год, президент Ильхама Алиев подчеркнул, что Азербайджан, Фурции и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Отметил, что мы по праву гордимся богатым историко-культурным наследием наших народов и их большим вкладом в человеческую цивилизацию. Подчеркнув, что политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном находятся на высоком уровне, глава государства отметил, что подписанная с Турцией в прошлом году Шушинская декларация вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. Президент Ильхам Алиев также отметил подписанную в 2017 году декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Туркменистаном. Глава государства остановился на оказываемых нашими странами взаимной поддержке и сотрудничестве друг с другом в рамках международных организаций. Подчеркнул, что наши взаимоотношения, базирующиеся на исторических узах, создают благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях. Президент Ильхам Алиев назвал конкретные данные, касающиеся товарооборота и инвестиций между нашими государствами. Азербайджан является активным участником транспортных коридоров восток-запад и север-юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, сказал президент Ильхам Алиев. И отметил, что в настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангизурского коридора, все работы по которому планируется завершить в 2024 году. Касаясь заложенного в прошлом году фундамента Алядской свободной экономической зоны, глава государства пригласил компаний из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в ней. Президент Ильхам Алиев также остановился на открывшейся железнодорожной дороге Бакут-Билиси-Каз, пропускной способности, торговом флоте Азербайджана на Каспийском море, работающем в полную мощность в бакинском соустроительном заводе. Его возможности в одном из крупнейших в нашем регионе флоте гражданской авиации. В конце 2020 года в результате победы в 44-х дневной отечественной войне наши земли были освобождены от 30-летней оккупации со стороны Армении, сказал глава государства, подчеркнув, что эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов. В настоящее время мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и по этой причине, наряду с другими направлениями, большое значение имеет расширение сотрудничества между нашими странами в таких областях, как безопасность, оборона и оборонная промышленность. Отметил президент Ильхам Алиев. «Хочу еще раз подчеркнуть значимость встречи в трехстороннем формате Азербайджан, Турция, Туркменистан. Надеюсь, что такие встречи и впредь будут проводиться регулярно и во многом будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими братскими странами», заявил глава азербайджанского государства. Сегодня в городе Туркмэмбаши с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Раджа Патайба Эрдугана и президента Туркменистана Сайдара Берды Мухаммедова состоялась церемония подписания документов. Сначала было принято совместное заявление первого саммита глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве подписали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Аттаев, глава МИД Азербайджана Джейхум Байрамов, министр торговли Турции Мехмед Муш. Межправительственную рамочную программу по сотрудничеству в сферах науки, образования и культуры на 2023-2025 годы подписали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухамед Аман Непесов, глава МИД Азербайджана Джейхум Байрамов, глава МИД Турции Мевлучшаву Шоглу. Межправительственное меморандум о взаимопонимании по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству подписали председатель Государственного таможенного комитета Туркменистана Максат Худай-Кулиев, глава МИД Азербайджана Джейхум Байрамов, министр торговли Турции Мехмед Муш. Межправительственное меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере энергетики подписали председатель Государственного концерна Туркмянгаз Батыр Аманов, министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов, министр энергетики природных ресурсов Турции Фатих Томмес. Межправительственное меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в транспортной сфере подписали генеральный директор агентства транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана Мемет Хан Чакьев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Аадиль Карайс Майлоглу. В городе Туркмэмбаши состоялась также встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой республики Ряджапом Таебом Эрдоганом. Расширенный репортаж об этом вы сможете увидеть в следующих выпусках АСТВ Хабар. В эфире новости. На дороге Шушалачин уже третий день продолжается акция протеста. Это экоактивистов и представители неправительственных организаций против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами. Сейчас мы подключаемся к Шуша, где находится наш корреспондент Рауф Мамедов. Добрый вечер, Рауф. Какие у вас новости? Доброго времени суток. Мы приветствуем вас прямо из дороги Шуша Ханкианды. Мы находимся перед постом миротворческих сил Российской Федерации, временно расположенных на этой территории. Как мы уже отмечали ранее, акция протеста против экологического террора длится уже третий день. Экоактивисты, представители неправительственных организаций и гражданского общества требуют проведения мониторинга на месторождениях природных ресурсов на наших территориях. Отметим, что несмотря на эксплуатацию золотых, ведно-малимдановых и других полезных ископаемых на протяжении 30 лет, когда наши территории находились под оккупацией армянских вооруженных сил, это длится по сей день, даже после победы над оккупантами в 44-дневной войне. Что же касается последних новостей, несмотря на то, что армянские сепаратисты заявляют языком некоторых зарубежных СМИ о том, что эта дорога перекрыта намеренно с целью остановления здесь движения. Это все, естественно, является ложью. Экоактивисты, а также представители неправительственных организаций предоставляют противоположной стороне возможность воспользоваться этой дорогой. Даже были опубликованы телефонные номера, куда могут обратиться желающие перейти по этой дороге, на которой демонстрируется мирное шествие. Собственно, как и случилось недавно, техника миротворческих сил Российской Федерации дважды проехала по этому пути. Это вся информация на этот час. Мы будем представлять подробную информацию и в последующих эфирах азербайджанского телевидения. Передаю слово вам. Спасибо за подробную информацию. Напоминаем, с нами на связи был наш корреспондент Рауф Мамедов. Министерство иностранных дел решительно отвергает необоснованные заявления внешнеполитического ведомства Армении, обвиняющие азербайджанскую сторону и искажающие обязательства в рамках достигнутых договоренностей. Напоминаем МИД Армении, обвиняющему Азербайджан в нарушении международного права, этнической чистке, поэтике геноцида, что именно Армения, нарушая все нормы и принципы международного права, около 30 лет удерживала под оккупацией территорию Азербайджана. В одну ночь учинила массовую расправу над сотнями гражданских лиц в Ходжалы, а также в других городах Азербайджана. Изгнала около 1 миллиона азербайджанцев из Армении и оккупированных территорий Азербайджана. А после того, как был положен конец оккупационной политики, все еще не выводят незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий, продолжают военную и минную угрозу. Что касается необоснованных призывов к созданию международного механизма для обеспечения прав и безопасности армян, следует отметить, что это является внутренним делом Азербайджана. Армения должна положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Подчеркивается в заявлении. На состоявшемся в Париже заседании Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии была пресечена провокация армянского депутата. В ходе заседания руководитель армянской делегации выступил с традиционной клеветнической речью в адрес Азербайджана, исказив суть последних процессов на дороге Шуша-Лачин. Однако выступление армянского депутата клеветнического характера было пресечено. Члены Белемячеса подчеркнули, что армянская сторона продолжает совершать провокации на территории, признанной всем мировым сообществом, как территория Азербайджана. Азербайджанские депутаты подчеркнули, что Армения использует дорогу Лачинхан-Кянди в военных целях, в частности для транспортировки мин и разграбленных природных ресурсов, что необходимо предотвратить. Они отметили также, что на территории Азербайджана ведется незаконная добыча полезных ископаемых и продолжается загрязнение окружающей среды. Незаконная экономическая деятельность Армении на территории Азербайджана грубо нарушает требования международных конвенций. Тем самым Армения не соблюдает двусторонние соглашения и намеренно препятствует в проведении мониторинга. Земля Чанаккале, где была написана одна из величайших героических летописей истории человечества, также обогрена кровью азербайджанских шахидов. Отныне наш трехцветный флаг будет развиваться и на этой священной земле. Сегодня в Чанаккале заложили фундамент будущего памятника в честь азербайджанских солдат в павших боях за свободу турецких земель в 1915 году. Подробности в видеоматериале из Турции. Увековечение памяти азербайджанских солдат, погибших в 1915 году на этих землях вместе с кровными братьями, является очередным важным отражением азербайджан-турецкого единства. Об этом говорили выступившие на церемонии закладки фундамента памятника, который будет возведен в историческом районе Гали-Поли битвы при Чанаккале. Подчеркиваю, что мемориальный комплекс передаст всему миру и будущим поколениям послание о том, что наше братство непоколебимо и вечно. Отмечалось, что азербайджан-турецкое братство выдержало самые тяжелые испытания на всех этапах истории, включая битву при Чанаккале 1915 года, освобождение Баку 1918 года и 44-дневную Отечественную войну 2020 года. Эскиз проекта был разработан азербайджанскими скульпторами по поручению президента Ильхама Алиева. В проекте скульптора Турала Розагулиева нашли отражение национально-архитектурные мотивы. На бронзовом барельефе, который будет изготовлен в Баку, будут отображены азербайджанские и турецкие солдаты, сражающиеся плечом к плечу. В одном из самых достопримечательных мест полуострова, всего 500 метров от монумента Жейдам в Чанаккале, для памятников в честь азербайджанских солдат выделено около 2000 квадратных метров. Работы по возведению памятника планируется завершить в марте 2023 года к празднованиям 105-й годовщины победы Турции в войнах в Чанаккале. Ялчин Тайроглу, Турецкое бюро азербайджанского телевидения, Чанаккала. Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию приступило к реализации ряда нововведений по адаптации кровоснабжения к современным стандартам. Для сериологических исследований введены в строй два анализатора. Тему продолжит Федан Гусейнова. Впервые два анализатора для трансмиссивных сериологических исследований крови были введены в эксплуатацию 1 сентября. Еще одно важное новшество связано с переходом на использование пакетов с лейкофильтрованной кровью. Центральный банк крови Азербайджана еще в двух регионах страны в Гянджей и Микаране установят по два автоматизированных аппарата. Из других же регионов образцы будут направляться в Баку. Установка полностью автоматизированных устройств в столице и регионах послужит обеспечению лечебно-профилактических учреждений компонентами крови. Преимущество этих аппаратов состоит в том, что у них очень высокая чувствительность и специфичность, а также положительные результаты они выявляют сразу же. Это единственное устройство, которое имеет два элемента управления, в котором контроль обрабатывается каждой инфекцией. В этом аппарате имеется донорство. Вот это устройство обрабатывает инфекции людей, вступающих в Бак. А это проба, которая поступает сюда со штрих-кодом и просто помещается в аппарат. Больше ничего. Системы ЛНТС являются одними из самых быстрых и эффективных аппаратов в мире с новейшими технологиями. Эти устройства предназначены для использования только в банках крови. И самоустройство, и реагенты внутри него представляют собой оборудование, предназначенное для получения точных и надежных результатов в банке крови. С помощью новых устройств будет повышена безопасность и качество компонентов крови. Это незаменимый метод лечения больных таласемией, гемофилией, лейхемией. Нововведения создадут в собере о получении нашими гражданами качественных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Спидан Гусейнова, Луфан Алиев, Новости АСТВ. У нас все новости к этому часу. Айфир Азербайджанского телевидения продолжит передача Чихошатогру. Не переключайтесь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok